Привет, зрители! Этот ролик будет посвящен резиновым перчаткам, в которых обычно люди, если вдруг что-то взякнуло, это мой омлетик сготовился по рецепту с кукпэда, в которых обычно люди моют унитазик, раковину на кухне или ванной, саму ванну с помощью них, ну в смысле держат ими, в них руки держат ими держат губку. Моют посуду, чтобы маникюрный свалился. У меня тут немножко остатки маникюра вчерашнего, немножко уже слегка нового. Короче, перчатки и те и другие обе пары покупала в Ашане. Вот эти, они уже у меня без пакетика, это обычные перчатки, каждый день по 20 чем-то рублей они были. Обычные совершенно перчатки, резиновые, без всяких напылений. Там можно найти себе размер под свои руки, я так не особо понимаю размеры за рук, но вот они, в принципе, вот они. Вот они, вот они. Обычные резиновые перчатки. Хорошие обычные резиновые перчатки. Можно в магните, допустим, купить обычные резиновые перчатки, или там в дикси, или там в какой-нибудь этом, не знаю, в светофоре, мне не попадались, а перчатки резиновые, но говорят, что там 10 штук за 100 рублей, что ли, можно купить, или как-то так, по десятке за штуку. Можно в какой-нибудь дикси, пятерке, короче, в любом сетевом или не очень магазине можно купить обычные перчатки. Каждый день в Ашане, Ашановская эта марка, слегка, мне кажется, подешевле, но вот, обычные перчатки. Я сейчас снимаю при свете дня за занавеской с окна, и мне где-то 2 часа с лишним дня. И, в общем, может быть, вот мне кажется, в моих фотохромных очках хамелеонистых, они слегка другого желтого цвета, но вот камера передает их именно вот так ярко. По-моему, они такие есть. В общем, обычно такие желтые перчатки. Советую. Если вам хочется, чтобы как-то это, вода не проникала, у меня в такие почему-то вода проникает периодически, или так они как-то липнут. Вам хочется легкости, чего-то такого запредельного и чуть более плотности. Но, знаете, вот они у меня уже больше 2 месяцев, эти перчатки, и они вполне себе живые. Ну, может, чуть меньше, чем 2 месяцев, но я довольно регулярно мою посуду и стараюсь мыть ее в перчатках. Вот такие перчатки. Ничего это, вот они разные, действительно, вот смотрите. Вот здесь вот это просто так, а здесь вот типа с напылением. Короче, она более плотная перчатка, она как бы с напылением. Я как-то покупала как бы с напылением в деревню себе перчатки в магните, какие-то магнитные перчатки с напылением. Ну, в смысле, не магнитовской фирмы, но какие-то там. Они более плотные, они более как-то ощутимые. И в них более защищены руки, как кажется. На первый взгляд, ну, наверное, так и есть. И с виду как бы такая же белая фигня внутри, но она какая-то вот как бы, как бы не совсем. Не совсем резиновая. И сейчас я покажу пакетик. По-моему, или я их около 50 покупала, или за 40 с чем-то. Я тогда купила эти и другие, чисто посмотреть, в чем разница. Проверь свой размер. Медиум М. Вот такой вот пакетик. Вот эти перчатки я периодически рекламила заочно. И вот они долгоиграющие. Они очень хорошие, удобные. У меня вот те магнитовские, они где-то через полтора месяца откинулись, порвались. А эти все еще нет. Советы Селеста. Селеста это марка этих самых перчаток. Советы Селеста. Паркетные полы хорошо протирать влажной тряпкой, смоченной в холодной воде, с добавлением глицерина. Для защиты кожи рук при уборке используйте перчатки Селеста. Сделано это у нас, правда, в Китае. Но, как уже известно, Китай может делать не только то, что разваливается через сутки, но и то, что живет хорошо. Долго. Я сейчас попытаюсь показать вблизи. Частично вот так вот. Как оно выглядит. И я их видела только в Аршане. В общем, очень замечательные перчатки. Тут даже такая вот как бы синенькая фиговина. Я еще тогда увидела, думаю, а синенькая фиговина, обычно какая-нибудь фигня. Когда такое что-то рекламится на картинке, на этикетке, на упаковке, то, значит, оно живет недолго. Максимум недели две. А ничего, оно так очень даже хорошо живет. Вот видите эту синюю фиговину? Она в желтом передничке с оранжевым кармашком и в желтых вот этих перчатках и мытут со щеточкой почему-то посуду. Рифленая поверхность. Полезный совет от Селеста на упаковке. Видимо, это совет полезный. Ну, и он типа как стишок такой. Перчатки Селеста нужны нам повсюду. Помогут помыть и плиту, и посуду. Ну, и что у нас тут? Перчатки хозяйственные, латексные, с хлопковым напылением. Медиум размер М, Селеста. В общем, отличные перчатки. И те, и другие. Так что для тех, кто постоянно рвет эти перчатки, которые покупают для мытья посуды, для уборки дома и так далее, советую. Если в вашем городе, магазине, чуть бы не сказала, если в вашем городе есть Ашан, если в вашем Ашане, магазине, есть перчатки такие, то советую приобретению. Или те, или эти. Мне удобнее все-таки, как я поняла, с напылением. Но иногда можно и теми попользоваться. В общем, сейчас, чтобы все поняли, что это действительно две пары перчаток. И они действительно слегка, вот эти более темные желтые, а этот более светлый желтый, более такой солнечный. Я сейчас их все покажу. А то еще кто-нибудь подумает, что у меня тут эта фигня. Монтаж, и на самом деле их только одна пара, две штучки. Тут четыре штучки. На две пары рук. Если у вас две пары рук, можете сразу их нацепить. А если, как у всех людей, или у эльфей, или как у меня, у большинства людей, всего лишь одна пара рук, то используйте по назначению, по выбору. Или то, или другое. В общем, всем новогоднего настроения. Если вы этот ролик посмотрите не в период Нового года, просто хорошего настроения. Всем спасибо за просмотр. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok